Друзья, мы приветствуем вас на канале Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание и доверие к нашему каналу. Не забудьте этому видео, если оно вам понравится, поставить лайк. Если нет, то напишите, конечно, в комментариях, что же именно вас не устроило, и мы хотим становиться еще лучше для нашего зрителя. Сегодня у нас традиционный обзор того, что происходит на фронте от Григория Тамара. Григорий, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Ну, скорее, не обзор, а аналитика тех событий, о которых мне известно. Да, и друзья, в то же время хочу вас призвать подписаться на проект Григория Тамара в Ютубе. Кто еще не в курсе, у Григория есть авторский канал, и мы приглашаем вас также посетить, поддержать его работу. Ссылочку оставим в описании к этому видео. Ну что же, Григорий, есть мнение New York Times. Они говорят, что Украина сейчас наиболее уязвима с первых недель полномасштабной войны. Россия пытается этим воспользоваться. Также аналитик телеканала CNN Ник Уолш считает, что ситуация для Киева не просто плохая, она продолжает становиться все хуже с каждым днем. Он отмечает, что российские войска успешно продвигаются на Харьковском направлении, занимая населенные пункты и, вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней войны, что, по оценкам телеканала, должно стать поводом для наибольшего беспокойства Украины. Автор добавляет, что Россия также добивается успехов и на других направлениях, вынуждая ВСУ отступать со своих позиций. Как вам в целом оценка происходящего на Харьковском направлении, ну и в целом также, что мы сейчас наблюдаем? Ну, знаете, я думаю, что если сравнивать происходящее с первыми днями войны, то я думаю, что это несопоставимые явления, несопоставимые события. Давайте вспомним драматический накал во время битвы за Гастомель, сравним с тем, что сейчас происходит, когда казалось, что вот Киев падет и так далее. Тем не менее, ситуация на фронте сложная. Я бы сказал, что у российских войск есть шанс развивать успех, однако давайте не будем сейчас передаваться панике, а попробуем детально разобрать ситуацию. Значит, штурм Хакбаба повторный планировался на начало марта. Для этого, для штурмовых действий, была сконцентрирована группировка порядка 30 тысяч человек. Этот штурм пришлось отложить российскому командованию по ряду причин, в том числе из-за успешного рейда ДРК и их союзников на территорию Российской Федерации, который привел к тому, что пришлось снимать вот из этой группировки, выдергивать порядка 10, а может быть даже более тысяч штыков для восстановления, как россияне говорили, конституционного порядка на территориях, прилегающих к границе с Украиной. Теперь, значит, на сегодняшний день, как мне известно, силы вот этих российских патриотов, которые зашли на территорию Российской Федерации в ходу выборов, составляли порядка 700 тысяч, прошу прощения, 700 человек, извините, я оговорился, 700 человек, порядка 700 человек. И эти 700 человек, то есть примерно численность батальон. И вот эти 700 человек, их действия привели к тому, что россиянам, я подчеркиваю, пришлось перебросить более 10 тысяч штыков для того, чтобы восстановить контрольную ситуацию. Ну, там отдельно можно разговаривать и рассуждать, каким образом действовал российский добровольческий корпус. Много там интересных к военному отношению было вещей, в том числе, вот хочу отметить, очень высокий уровень мобильности. И вот этот вот высокий уровень мобильности привела к тому, что россияне вынуждены были заводить на крупные массы войск, в принципе. Да, 10 тысяч человек, это много. Однако, однако, та операция, тот рейд закончился, и россиянам удалось восстановить численность этой группировки на Харьковском направлении, и, насколько мне известно, довести ее приблизительно до 50 тысяч человек. Достаточно ли это для фронтального штурма Харькова, крупного города? Полагаю, что нет. Достаточно ли это для того, чтобы вызвать панику среди гражданского населения, чтобы, скажем так, напрячь ваше военно-политическое руководство, чтобы добиться тактических успехов и улучшить свои позиции? Безусловно, да. Теперь вопрос следующий. А зачем это россиянам нужно сейчас? И вот это самый главный вопрос. Ну, я рискну предположить, что они отдают себе отчет, что занять Харьков они не смогут в ближайшее время. Однако, что они смогут сделать? Они смогут сделать две вещи. Во-первых, заставить вас перебрасывать резервы из других направлений. И, возможно, это ваша разведка знает лучше меня. Если у них есть также группировка какая-то на каком-то другом направлении, возможно, мы сейчас наблюдаем широкомасштабный, отвлекающий маневр. Но, скорее всего, это не так. И, скорее всего, цель здесь другая. А цель здесь улучшить свои позиции перед теми переговорными процессами, о которых сегодня только ленивый не говорит. И речь идет о том, что американская администрация, приближаясь к выборам, хочет добиться каких-то политических результатов и в Украине, и в Израиле для того, чтобы своим избирателям продемонстрировать свою состоятельность на международной армии. И в этой связи очень много сейчас зависит от ваших солдат, офицеров, командиров, насколько они будут сохранить стойкость, мужество, верность присяги, не будут поддаваться панике и не позволят россиянам развить этот успех. Ну, и также, фактически, мы сейчас приходим к тому, о чем мы говорили уже за эти два с лишним года войны. Вообще, кто мог подумать в феврале, что мы, в феврале 22-го года, что мы будем такие цифры и сроки называть? Сейчас все упирается в наличие или отсутствие у той или иной стороны резервов, потому что резервы будут сейчас решать очень много. Если у вас есть достаточное количество резервов, вы ставите ситуацию стабилизировать. Если у вас с резервами проблемы, то ситуация может приобрести угрожающий парад. Ну, знаете, сразу возникает вопрос, почему именно эти направления, поскольку вы говорите, что одно из заданий Российской Федерации это максимально растягивать наши силы, значит ли это, что РФ, она, ну, скажем так, уловила или нашла слабое место сейчас вооруженные силы Украины, именно Харьковское направление, и сегодня еще появилась информация от Буданова в Нью-Йорк Таймс о том, что через несколько дней может быть еще и сумское направление? Слушайте, ну, я говорю о том, что будет второй штурм Харькова больше года. Но если я это понимаю, черпая информацию из открытых источников, предположить, что ваш генштаб и ваша разведка этого не понимают, ну, я надеюсь, что это не так. То есть ничего тут нового революционного нет. Смотрите, за время войны россияне не заняли ни одного, по большому счету, крупного города. Ну, я при всем моем уважении к Бердянску, да, допустим, который очень важный год, при всем моем уважении к Мариуполю, который стер с лица земли был, по сути. Ну, все-таки это не то, что вот, ну, смотрите, ну, полмиллиона погибших и искалеченных для того, чтобы взять Бердянск, ну, это несколько так, знаете, или Бахмут. Поэтому им, конечно, нужен какой-то политический результат. И Харьков в данном случае, это очень для них удобная политическая цель, потому что у них есть такая вот теория, что существуют так называемые русские города. Вот они считают Одессу русским городом, Харьков русским городом. Самое смешное в этой истории, что если бы за последние 20 лет их политика по отношению к вашей стране была бы политикой мудрых людей, которые действительно пекутся о величии, подлинном величии своей страны, то эти бы города действительно были в той или иной степени русские города. Если бы они занимались не экспансией военной, не насилием, не убийством людей, а если бы они занимались тем, чем занимаются Соединенные Штаты, по сути, по всему миру. Да, то есть как бы... И чем занимается Китай в Африке. Китай в Африке не воюет, никого не убивает, однако их влияние там увеличивается. Но для этого нужно иметь мудрость, хитрость, способность строить долгосрочное планирование и так далее. То, что называют китайцы мягкой силой. Но у россиян другое представление о мягкой силе. Они, когда говорят мягкая сила, они стирают города с лицетами. И какие-то там, может быть, и были симпатии к русской культуре и так далее. На русском языке говорили, в основном в Харькове. Но сейчас, насколько мне известно, это все в далеком прошлом. В далеком смысле, все это закончилось 24 февраля, когда город начали бомбить. Я прекрасно это помню, как я разговаривал с харьковчанами по телефону. Ну, не хочу даже к этому возвращаться. Сейчас пратим время. Так вот, им нужен политический результат. Им нужен результат, который они могут продать своему населению, потому что при всех видимых вот этих вот, ну, скажем так, характеристиках устойчивого путинского режима, на самом деле в стране там нарастает, ну, если недовольство, то недоумение, ради чего это все происходило, и сколько это еще будет продолжаться. Поэтому им нужен какой-то политический результат, им нужен какой-то факт реальной победы, и в этом отношении Харьков был бы для них невероятным. Призом, успехом, называйте. Поэтому направление Харьковское выбрано не случайно. И сейчас, я еще раз говорю, вот на данном этапе вопрос, есть ли у вас резервы, которые согласны и готовы стоять насмерть и отстаивать этот важнейший для Украины город. Ну, если мы говорим о городе, я так понимаю, что если Российская Федерация продвинется еще на несколько километров, то это сможет создавать угрозу на, скажем так, хаотичные обстрелы Харькова из ствольной артиллерии. И, вероятно, если посмотреть на карту, именно это является целью движения РФ на село Липция есть такое. И вот тогда становится, понятно, одна из, скажем так, возможностей, которые открывают как раз это направление. Ну, Харьков с самого начала войны жестоко бомбили абсолютно. Понимаете, в чем дело? Ну, вот, как вам сказать, для того, чтобы наносить по городу удары из ствольной артиллерии, не собираются группировки 50 тысяч человек. То есть, возможно, это является каким-то там добавочным аргументом, но не из-за этого они все это затеяли. Не для того, чтобы, опять же, ну, возможности ствольной артиллерии, вы же понимаете, ну, хорошо, там, допустим, они сотрут с лица земли там пару районов города, ну и что? Ну, помимо ужаса для жителей этих районов, что это даст стратегически? Им нужен стратегический результат. Ну, не может быть захват Бахмута стратегическим результатом войны. Не может быть там взятие, ну, хорошо, вот, допустим, ладно, сухопутный коридор, они там его добились, да, в Крым. Но, насколько я понимаю, вопрос существования Крымского моста это вопрос ближайших недель. И что? То есть, сухопутный коридор построили, мост потеряли. Ну, как бы это Черноморский флот наполовину лег на дно. Ну, то есть, как бы, понимаете, стратегических, говорит, результатов нету, а им нужен результат. Особенно, если мое предположение о том, что американцы будут навязывать вам сейчас переговоры вверх, нельзя приходить, они не могут прийти к переговорам, ну, взятые в деятельность, понимаете? Ну, как-то так. Да, кстати, между прочим, я вот сбился с мысли немножко. За последний месяц им удалось достичь несколько впечатляющих тактических успехов, которые могли бы перерасти в оперативные, если бы они бросили туда добавочные резервы, чего не произошло. И здесь возникает вопрос, то ли они недооценили перспективность этих направлений по тупости, по невежеству военному, то ли у них не было этих резервов на тот момент, то ли они настолько их держали для харьбы. Но, кстати, по всей информации, что мы имеем сейчас, то до сих пор все резервы, они не были использованы. И еще некоторые остаются, скажем так, резервы в запасе. И вот здесь все-таки этот вопрос остается. Можем ли мы ожидать, что эти резервы, они сейчас не будут использовать, но со временем они будут активизированы, и это еще усложнит ситуацию? Это именно то, что я вам сказал несколько минут назад, что сейчас все будет упираться в наличие или отсутствие боеспособных резервов у обеих сторон. То, что я вот говорю все время, в тот момент, когда закончилась в принципе неудача и ваше летнее наступление, было потрачено определенное количество бронетехники западной. Однако не вся бронетехника была потрачена в этих наступательных действиях. И значительная часть этой бронетехники, опять же, если мы просто занимаемся простым арифметическим подсчетом, она имеется в наличии. Тут возникает вопрос, что вы с этой бронетехникой сделали за это? Если рискнуть предположить, что вы сделали с ней правильные вещи, а именно, что существуют подвижные, материализированные группы, которые, в общем-то, являются всегда палочкой-выручалочкой для того, чтобы стабилизировать ситуацию в местах прорыва фронта. Если такие группы у вас есть в наличии, подкрепленные хорошей западной бронетехникой, то тогда, я думаю, что вы сможете ситуацию стабилизировать. Если же мое допущение каким-то причинам неверно, то тогда ситуация много сложная. В целом, если так просмотреть частично, эта ситуация похожа на ту, которую мы наблюдали при начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, поскольку Россия снова атакует с приграничья новой регионы. Возможно ли, по вашему мнению, что Россия, как и тогда, начнет наступать на Чернигов, что и впоследствии может создать еще и угрозу для Киева? То, что россияне планируют повторный штурм Киева, я об этом говорю тоже, вот как я про Харьков говорю, так и про Киев. Более того, они могут пойти с белорусского направления на Киев. То есть тут не надо надеяться на то, что их могут остановить потери, допустим, да? То есть мы же, я вот, например, не знаю, что сейчас происходит, скажем, там, в Сибири на военных базах. Может, они там группируют, формируют группировку из мобилизованных, скажем, из контрактников и для того, чтобы впоследствии пустить это в дело. То есть тоже, допустим, на там киевском направлении есть участки, которые хорошо заминированы. Ну так они пустят людей на минные поля, что их это остановит, что ли? Слушайте, полмиллиона человек потери, ну порядка полумиллиона. Я не говорю, что все убитыми, нет. Но включая там убитых и раненых, то есть выбывших из строя полмиллиона за два с лишним года войны. Ну это что, кого-то остановило? Вот это, кстати, была очень большая ошибка, которую делали все без исключения западные аналитики и ваш попорный слуга в том числе, и начальник вашего генштаба в том числе. Потому что бывший начальник вашего генштаба, генерал Залужный, при моем бесконечном к нему уважении бесконечный почет. Он человек, который формировался как военный специалист в западной прадике. А на Западе не принято так, ну как бы это не то, что не принято, это противоречит нормам ведения войны такое отношение к жизни своих солдат. Но мы все прочитались, потому что у нас не принято ни в Израиле, ни в западных странах не принято так разбазаривать имеликой ресурс. То есть любая победа, она имеет какую-то ну, какую-то оправданность, потерь, да, то есть нету такого любой ценой не воюет на Западе. Вы говорите о угрозе, которая может быть в том числе и с белорусской стороны. Сегодня я видел фото, как с марта 2023 года никто не притронулся к строительным материалам для фортификационных сооружений возле населенного пункта Липцы, о которых я уже вспоминал, Харьковской области. И когда мы говорим с вами об угрозе со стороны Беларуси, возникает такой логичный вопрос, нет ли там что-то подобного, поскольку вот такое халатное отношение к фортификационным сооружениям. Да, мы получали множество вроде бы фото, видео или там обращений, что да, мы строим фортификации и все к этому подготовлено. Но вот пример Харькова, он показал, что не все так радужно, как нам рассказывают. И кто знает, что у нас на границе с Беларусью. И это тоже вызывает волнение. Ну, у меня нет информации по этому вопросу. Я могу лишь опираться на то, что в открытии источника, вот как вы сейчас озвучили. Я, когда был в Киеве в командировке, я не выезжал на границу с Беларусью, не осматривал ваши фортификационные сооружения. поэтому я не могу на эту тему ничего сказать, но я вам скажу следующее. У нас сейчас в Израиле после трагических событий 7 октября очень остро стоит дискуссия в обществе о необходимости наказания тех высокопоставленных военных руководителей и офицеров, которые несут ответственность за провал смогут. Теперь у нас всегда в обществе такое попустительство было руководителем высшего звена, то есть, когда происходил какой-то прокол, обычно человек уходил в отставку, обычно совершал это превентивно, скажем, как вот у нас там ушел сейчас начальник военной разведки, уходил в отставку, таким образом брал на себя ответственность, на этом все заканчивалось. То есть есть единичные случаи, когда начиналось какое-то уголовное расследование, и они на том что-то завершали. И мы сейчас, видимо, подвергнем эту национальную традицию релизии. Я так понимаю, что у нас будет более строгое взыскание, ну потому что, скажем, семьи погибших солдат, которые погибли седьмого числа по халатности и разгильдяйству высших офицеров, они не позволят это все спустить на тормозах, насколько я знаю традиции в нашем обществе. Я не знаю, что должно быть в вашем обществе, у вас другие правила игры, может, у вас нужно уголовное наказание вводить за преступную халатность, за саботаж, может быть, у вас нужно смертную казнь, расстреливать, я не знаю, трибунал, я не знаю, я не юрист военный, и я не гражданин Украины, я не знаю, какие у вас нормы и правила в войсках и в руководстве политическом. Но если ваши границы не подготовлены за два года для повторного штурма, отражения повторного штурма россиян, то это очень грустно и тревожно. Да, в то же время, я думаю, что и будут сделаны определенные выводы, я вас хочу спросить еще об одном направлении, ну, вернее, тоже Харьковское направление, но есть такой поселок Волчанск, и сообщает Дипстейт, что там продвинулись россияне, на карте ресурс обозначено, что северная часть Волчанска перешла в серую зону, и сообщалось, что там захвачен мясокомбинат. Также украинские военные подтвердили, что россияне по-прежнему его удерживают. Но я, насколько так просматривал карту, я понимаю, что проблему продвижения РФ под Волчанском еще создает то, что это может затруднить снабжение потом Купенска. Ну, естественно, любые наступательные действия по идее, они должны подразумевать дальнейшее, ну, это как в шахматах, то есть там ты захватываешь какую-то клеточку, ты думаешь, как дальше это развивать. Естественно, это делается с более дальним прицелом, и я подозреваю, что в таких направлений и таких возможных неприятных для вас сценариев, я думаю, что сейчас там с десяток, с полтора можно считать, если внимательно покопаться в карте, да, вот, но опять же тут возникает дальше вопрос, вот россияне, еще раз говорю, за последние месяцы у них были успехи тактического уровня, но впечатляющие на нескольких направлениях, и подразумевалось, что туда будут брошены резервы, то есть если бы это произошло, мы бы сейчас с вами не про Харьков говорим, но этого не произошло, и тут есть два варианта, либо они конченые идиоты в военном отношении, что возможно вполне, я не отрицаю это, либо у них не было этих резервов, не могли они бросить, нечего было в ту минуту, когда это нужно было, а потом вы стабилизировали ситуацию, я бы, кстати, хотел тут сказать еще, я не знаю, планируете вы на эту тему тоже вести разговор, насколько мне известно, был очередной налет успешный ваших ракетных войск на базу в Крыму российскую, насколько мне известно, эта база в том числе отвечала за радиолокационную разведку в рамках системы ПВО, закрывающую крымское направление службы, при налете, насколько мне известно, погиб командир базы, в том числе, помимо других потерь, которые россияне принесли. Но это вообще назвали, кстати, если не ошибаюсь, как так назвали в народе, глаза ПВО России. Ну, глаза ПВО, вы понимаете, проблема в том, что у этого дракона много голов, там глаз много, но неважно, это такой существенный успех, существенный успех вот в данной сфере, то есть послепление послепление этого направления ПВО, и учитывая то, что предпринимали ваши войска за последний месяц на этом направлении, здесь можно предположить, что формирует, ну вот, понятие формирования поля боя, оно же не только для сухопутных сил актуально, для других родов войск тоже это имеет место такой термин, так вот, я понимаю, что вы формируете поле боя для, впоследствии, для того, чтобы произошла операция по уничтожению Крымского масла. Тут просто есть маленькое уточнение министра обороны Британии Гранд Шапс дезавуулировал заявление главы МИДа Британии Кэмерона о разрешении бить ракетами по территории РФ. Говорит, как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины. И я так понимаю, что в целом учения РФ и Беларуси по применению тактического ядерного оружия они все-таки вынудили Лондон вернуться к концепции недопущения излишней эскалации. МОЗ под инаугурацию или 9 мая, чтобы там что-то было атаковано. В принципе, этого ничего не произошло. И теперь, как говорится, пришло время очерчивания рамок противостояния. И вот то, что вы сказали по Крыму, видимо, да, мы можем, но не более. Ну, как раз вот из того, что вы сказали, британцы как раз подтверждают свою готовность предоставлять вам вооружение для любых ударов по Российской Федерации, которые не являются военными преступлениями. Однако, это важно подчеркнуть. Если будет завтра уничтожен детский садик где-нибудь в провинции российской английским боеприпасом, будет невероятный международный скандал, поверьте мне. И я очень надеюсь, что этого не произойдет, конечно же. Конечно же, я надеюсь, что этого не произойдет, что никакой детский садик ни в одной точке мира не будет уничтожен. Вот. Теперь. Однако, если мы вынесем за скобки такие достаточно фантастические сценарии и придем к логике развития событий и вспомним, что последнее время вам удачно удавались операции связанные с нанесением ударов теми или иными средствами по военно-промышленной инфраструктуре двойного назначения, то есть, например, нефтеперерабатывающие объекты и так далее, я думаю, что в связи с этими заявлениями это говорит о том, что вы можете и британские средства огневого поражения использовать для развития вот этих успешных действий. Тут есть еще один момент, который важно понимать. на сегодняшний день существует абсолютно разное видение ситуации у разных ваших западных союзников. и для того, чтобы достигать результат, вам необходимо играть на их противоречиях во всех сферах от возможной от возможного введения подразделений то ли иной армии на вашу территорию для помощи до предоставления вооружений и от политической и экономической помощи до формирования сценария возможного столкновения армии этих государств с армией Российской Федерации в случае если ситуация выходит в контроль. Потому что сегодня вот четыре важнейших государства Запада США, Великобритания, Франция и Германия каждый из этих государств во-первых транслирует другой текст а во-вторых совершенно очевидно что эти государства имеют и разные национальные интересы в связи с войной в Украине вот этот момент его важно понимать и важно вот эти противоречия максимально использовать на благо победы это вы делали кстати между прочим очень успешно в самом начале войны и в самом начале войны позиция Великобритании Бориса Джонсона в частности и прежде всего и ваши действия ваших политиков в этом направлении они имели огромное значение но вы знаете Григорий главное чтобы играя на эти противоречия вы уж простите меня на таком высказывании они там между собой в то же время не пересрались поскольку недавно Владимир Зеленский заявил о том что Украине сейчас необходимо обеспечить защиту неба Хайковской области это он сказал на встрече с Блинкином Олаф Шольц скрипя сердцем анонсировал выделение еще одной установки в то же время польская сторона отказалась предоставить свои Патриот мотивировал свой отказ тем что сама еще только начала получать первые системы которые она заказала 7 лет назад ну то есть у них какое-то такое странное вот это вот было пояснение и мы видим насколько это все тягомотно скажем так и даже знаете сегодня когда Блинкин приехал в Киев он на брифинге говорит что сейчас критическая ситуация для Украины проходит несколько часов и он спокойно идет с этим с кулебой министра иностранных дел в пиццерию улыбается ужинает я не спорю это тоже необходимо но когда смотришь на них думаешь ну вроде бы и пришло успокоение то есть все настолько относительно ну знаете я не дипломат я не знаю какие там у них протоколы и так далее я вам высказал свою точку зрения скорее как военный историк сейчас я просто если уж мы говорим про военную историю невольно приходит аналогия как вело себя польское правительство летом 39 года и одна из причин польской катастрофы а поляки сражались вот этот месяц что они сражались против двух сверхдержав они сражались с исключительным мужеством и с очень высокой результативностью учитывая обстоятельства войны об этом мало кто знает и это знают только профессионалы в военной истории да но политически они совершили все возможные ошибки которые только можно было совершить и это привело к национальной катастрофе поэтому в данном случае ну у них конечно были обстоятельства несопоставимо хуже чем у вас они одновременно вели войну на два фронта против двух гигантов в вашем случае это не так но я именно говорю сейчас о политических действиях надо учиться наших опросов ну вот кстати к вам будет еще один вопрос я думаю что он будет заключительный по поводу конца эпохи Шойгу мы видели как в РФ произошла такая неожиданная ротация с поста министра обороны был уволен Шойгу его кресло теперь занимает ну уже назначен Белоусов и вот эти кадровые перестановки в министерстве обороны Российской Федерации видимо свидетельствуют ну скажем так о функциональном переходе РФ и вообще смене подходов к руководству войной поскольку назначение Белоусова его ну не то чтобы с позитивом его с ужасом можно воспринимать он по функционалу может сделать вражескую армию более эффективной сильной что абсолютно не на руку Украине я бы не связывал его фигуру с такими далеко идущими результатами скажу вам честно я думаю что тут в пору вспомнить русского классика Крылова который написал а вы друзья как не садитесь все же музыканты не годитесь я думаю что это совершенно не важно по сути какая фигура находится там на посту министра обороны если честно мое личное мнение как раз я считаю что Шайку между прочим если уж на то пошло он конечно человек очень далекий от военного дела однако он как МЧСник с многолетним опытом понимал примерно как осуществляется снабжение оснащение около военных структур его преемник насколько я понимаю человек лишенный военного опыта ну если бы мы взяли за основу модели поведения принятые в западных странах человек у нас например был прекрасный министр обороны лет там 30 назад был такой Моши Арнс например человек абсолютно штатский но он был прекрасный министр обороны у нас например был министром обороны Шимон Перес человек имеющий достаточно одиозную репутацию по ряду причин однако в качестве министра обороны он продемонстрировал высокую степень эффективности кстати именно этот человек стоял у истоков атомного проекта Израиля там очень много лет назад 50 лет поэтому но в России другие правила в России другие другие традиции там принято чтобы министром обороны был человек военный Шайбу в данном случае наверное был самый штатский из возможных министров обороны поэтому я не думаю что сейчас вот министерство обороны заработает там как часы швейцарские российская модель управленческая она глубоко порочна с точки зрения своей эффективности она невероятно коррумпирована она невероятно неэффективна просто количество ресурсов которые у них есть оно запретельно там очень мало государств может похвастаться возможностью так беспечно и безалаберно распоряжаться такими колоссальными ресурсами в любом случае я так понимаю мы можем сделать вывод как и тот же Блинкен и Владимир Зеленский говорили что предстоящие месяцы они потребуют от Украины многого и мы к этому готовимся Григорию я благодарен за этот разговор за ваш взгляд на происходящее еще раз напомню друзья Григорий Тамар найдите в ютубе подпишите ссылочку также и оставим в описании к этому видео Григорий вас благодарю за участие вам желаю хорошего дня невзирая ни на что и также конечно же вам победы к чему вы стремитесь и прикладывайте усилия и мы точно так же вместе с нашими вооруженными силами Украины если вы позволите короткое обращение к офицерам вашим которые сейчас на передовой коллеги я знаю как вам сейчас тяжело я знаю как вы устали но сейчас такой период в вашей истории когда вот на ваших плечах будущее вашей страны я призываю вас сохранять стойкость верность и верность присяге каждое место где вы дадите слабину этим воспользуется враг стойте мужественно показывайте пример своим солдатам сейчас от вас зависит будущее вашей страны спасибо спасибо грегори спасибо уважаемые зрители с вас лайк и до новых встреч на канале полиТека до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...